Более 300 воспитанников детских домов Приволжского федерального округа участвовали в окружной спартакиаде «Спортивный Олимп Приволжья». За призовые места боролись команды 14 регионов, кому удалось войти в тройку лидеров в нашем следующем сюжете. Мамы разные нужны, мамы всякие важны. Кто как не участники «Спортивного Олимпа Приволжья» знают и понимают это лучше остальных. Здесь более 300 детей, которые ввиду каких-либо жизненных обстоятельств остались без попечения родителей. Алексей Трегуб живет в детском доме села Белогорное Республики Мордовия уже 8 лет. Его друг Юнадий Измайлов 2 года. Ребятам справляться с жизненными трудностями, выпавшими на их долю, помогает именно спорт. Спорт – это главная для меня жизнь. Я живу спортом, занимаюсь с малых лет. В основном футбол, также волейбол, баскетбол. Спорт – это все, что у меня есть в жизни. Потому что это здоровье, это спорт. Без спорта сейчас никуда, честно. Спортивный Олимп Приволжья проходит в рамках окружной программы «Вернуть детство», которое реализуется с 2009 года. Поэтому для кого-то эти соревнования далеко не первые, но для кого-то последние. Волейболисты из Сызрани в спартакиаде участвовали ежегодно. Но сейчас им уже 18, и это их последний год в стенах детского дома. А в спорт мы попали, все приехали в детский дом с малых лет, вышли на поле, начали играть с пацанами. Нам понравилось очень. Мы начали продолжать заниматься. И так продолжаем, едем на соревнования на всякие, выезжаем, играем, побеждаем. Мне лично нравится борьба. Вот тут борьба, борешься за свою самарскую область. То есть, отдаешь полностью эмоции, отдаешь радость. Отстраиваешь свою честь. Да. Команду настраиваешь, чтобы они побеждали. А соревноваться было в чем. В программу спартакиады вошли 9 самых распространенных видов спорта. К сожалению, команде из Чувашии не удалось войти в тройку призеров. Однако в этих соревнованиях победа далеко не главная. Ребята основную задачу свою выполнили. Во-первых, они встретились в гостеприимной Чувашии, пообщались с людьми, померили свои силы, насколько они возможны. Но и самое главное, это особая категория людей, которые, это ребята из детдомов, участвующие в программе, в окружном проекте «Вернуть детство», которые, ну, скажем так, не всегда имеют возможности ездить, путешествовать. В данном случае ребята приехали из 13 регионов, поскольку принимающая страна 14-я страна. И здесь участвует спартакиаде. По итогам общекомандного зачета на высшую ступень пьедестала поднялись юные спортсмены из Мордовии. На втором месте расположились ребята из Саратовской области. На третьей позиции команда Оренбургской области. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика.